всем чербей дорогие друзья хотел видео записать немножко о другом но процессе своего рассуждения над тем другим видео понял что нужно записать конкретно вот это вот да я сменил место работы сменил место работы и сейчас я сижу не в торговом центре куда люди по умолчанию заходят уже с какими-то деньгами что-то покупать не просто так они шарятся туда-сюда ну в основной своей массе я сейчас сижу в магазинчике который находится в подземном переходе где люди просто проходят мимо так вот мне казалось когда сидел торговом центре что количество дебилов на квадратный метр просто зашкаливает мой дебилометр сломался уже не один раз но сейчас дорогие друзья это просто нечто ни с чем несравнимая вообще я понял что люди еще беднее я понял что люди еще тупее к сожалению я понял что просто какая-то я не знаю социальная социальная катастрофа хотя вы наверное скажете да чему ты удивляешься в свои то там 67 лет да что первый раз видишь алкашей нет я не первый раз вижу алкашей и быдла я живу на достаточно веселом районе как принципе и все районы и когда я утром в понедельник прохожу свои 300 метров от подъезда до остановки на маршрутку на которой еду на работу я всегда вижу двух трех а то и четырех людей уже бухающих на детских площадках где-то там еще по лавочкам то есть они уже в понедельник с утра сидят и короче уже келдэ там обсуждают политику короче важные все новости у вас я которые без них ну просто ничего бы в этой стране и в этом мире не произошло нечего-то тогда удивлял как можно келдэ с утра прямо с самого утра но дорогие друзья подземный переход это вообще ништяковая такое вот ништяковый опыт постоянно наблюдаю что ну там кстати есть рядом рынок и генделек это вообще но пытаюсь подобрать какое-то слово слово не подбирается когда ты стоишь и самого утра повторюсь идет два пожилых человека обнявшись один другого ведет и горит я не могу понять синий оба чуть я так накидала ты же вроде бы нормальная ка им уже лет за 60 где-то я тебя не узнаю тебя чем проблема давай держись за меня там михал иваныч они поднимаются по ступенькам я отчет выхожу минут через десять там за булочкой в киоск смотрю один уже валялся видимо но он уже короче упал на алмазы своими часами сапфировым стеклом поцарапал сбитые колени в грязной рубашке его уже какой-то молодой человек держит под ручку а тот вообще он на ногах не стоит это утро повторюсь либо вот там вечером приходят музыканты и они бешен мэдэ бешен мэ бешен мэ бешен мэ муча лобают понятное дело зарабатывают деньги постоянно к ним кто-то цепляется наблюдаешь так стоишь наблюдаешь как чувак подходит и говорит от я он плачу по причем просто бесцеремонно они играют он влазит начинает им что-то рассказывать я вот его плачу но за народ какой если я плачу я царь я вот плачу начинает этим полтинником перед лицами них размахивать да не сыграние там а чё-то там просил не мы такой не игра ну типа что-то этого в общем диалог диалог и мы там что-то сыграли ему не понравилось тут подходит второй алканавт начинает а тот нет не сектор газа а тут ты чё слышишь сектор газа да 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 они начинают друг другом так что привели пререкаться в итоге они вдвоем уходят стою на остановке стою на остановке сажусь значит маршрутку и вижу как вот этот второй алкан он тоже сел в эту маршрутку и занял самое последнее сидение и сидит я стою еду стоя зашел прямо практически там к нему самый конец он сначала какое-то время сидел молча молча сопел потом такое дупляется и начинает рассказывать о том что он воевал в ато я прошу сейчас не без политиканства не надо там в комментариях писать ну просто человек пришел из зоны боевых действий да я не знаю что он там пережил в этой зоне боевых действий но он синий просто в дюпель и он начинает оскорблять всех людей в маршрутке вы ему до чего сидите типа тут вот вас бы туда и вот это стандартная лабуда в итоге я стою ничего не трогал ничего не трогай никого не трогал сначала к человеку который возле него что-то сидит тот не обращать внимание смотрит в окно то я стою как бы над ним он понял что с этим неинтересно посмотрел увидел меня а ты в очках тебя вообще нормально стоится я обычно тоже на таких дебила внимания не обращаю но в этот момент что-то я завелся я сделал то что не надо было делать я вступил с ним в диалог вступил с ним перепалку хотя он он худой невысокого роста то есть это никуда там вышибала который бы мог там меня за шкирку схватить выволочить там дать мне там по пинать ногами дать или нет другой этих худой без зубов короче пьяный тип который начинает мне а ты сейчас вот я сейчас что-то там стану сиди спокойно типа все нормально эти не трогал он начинает опять провоцировать евро или чувак ты хочешь выйти понимаешь мне уже вот так вот начинают тусить я просто выйду пшикну его баллонами даже его пальцем не буду трогать будет там сидеть короче со своей красной мордой и плакать роду я успокоился он тоже там читали и главное все молчат но все всем плевать что он там всех там оскорбляет на лево и направо но правда потом там еще какой-то парень что-то подключился или слышь чувак что ты хочешь вообще и в итоге он там вышел и все вот это такой был случай был я просто стою на остановке и мне просто просто так вот спину кто-то толкает а я стоял ждал автобуса и по инерции конечно не ожидая такого прикола я делаю несколько шагов на дорогу хорошо что в этот момент не было никаких машин я не могу понять что все происходит оборачиваюсь баба пьяная молодая такая не старая может лет 20-25 что ты пошел на и через дорогу же перебегает я не знаю что может я стоял она как трамвай не могла меня объехать она меня просто толкнула я не знаю что у него башке она перебежала дорогу перелезла через ограждение и пошла 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 там цветы продают она пошла смотрю уже пол подвальчик и такое как бы из пластика на вес она уже кулаками лупит в этот на вес там кого-то проклинает ребята я просто вот ну не то что я в шоке но небольшом удивлении от количества дал мне были пьяные на старой работе алкаши которые там подходили что-то рассказывали замолаживали но такого количества бедных нищих людей у которых отсутствует 80 процентов зубов рваная грязная одежда какая-то вот есть конечно и нормальные люди да вот эти вот все алкаши они принципе там но это место они там курсируют но чему это все рассказывал я вот задумываясь почему вообще люди частности мужики почему они бухают потому что у меня тоже не самая хорошая расследственность у меня бухал папа вот и его кодировали после того как его закодировали у него вообще весь интерес к жизни пропал такое впечатление что у ребенка забрали последнюю конфетку в этой жизни последний леденец последнюю радость и тогда он включил такой режим овощ просто смотрел телевизор мусорские сериалы которые по кругу вот так показывались причем зачастую они вечером показывают а утром повторяют но его это не смущало и вот вот в таком режиме я так понимаю что мужики бухают во первых что очень страшно то что ты когда бухаешь ты не понимаешь что ты находишься в состоянии алкаша почему потому что у меня был период в жизни пару лет когда я считал абсолютно нормальным прийти домой после тяжелого рабочего дня взять чекушку водки сесть дома жена не пьет да сам домашний алкоголизм знаете когда ты-то типа сам себе налил короче там пакел дырил эту чекушку убрал и лег спать я считал абсолютно нормальным свой выходной опять же зайдя в маркет купить чекушку водки перемешать ее соком и ходить вот так вот гулять типа по району с викой с ребенком вот так вот типа просто в синим состоянии слова яйцам я из этого состояния вышел сейчас я максимум что выпиваю это могу с друзьями где-то там встретившись на выходные или на природе выпить там литр пива это максимум все спиртное тяжелое тяжелые наркотики крепкое спиртное типа водки коньяка ну я уже даже забыл когда я пил вот такие дела друзья и почему я задумался об этом все потому что первое видео о котором я говорил самом начале которое хотел снять это было видео о моих интересах за всю историю моей жизни чем я увлекался в детстве этом собирал монстров стендовый моделизм книги брейк-данс ножи и часы о каждом увлечении я хотел рассказать и спросить у вас чем увлекались вы чтобы вы тоже поделились что люди моего зрители моего канала это люди увлекающиеся иначе вы не смотрели бы этот канал я считаю что если человек ничем не увлекается если у него нету никаких в жизни вот стремлений да он не рыбак не охотник там не филателист не нумизмат не танцор не качок он никто он обязательно алкаш просто проблема в том что либо у некоторых людей не хватает интеллекта и ума чем-то увлекаться вот они как растение существует единственная радость это залить себе мозг это заливаешь мозг мир кажется другим да и вот в этом состоянии более комфортно но вот мой папа его нельзя было назвать человеком не интеллектуальным то есть человек с высшим образованием специалист своего дела тем не менее в начале жизни там молодости до 30 лет может до 35 я точно не знаю не были интересы он рисовал он занимался фотографией потом они куда-то пропали почему так получается то ли человека бытовуха вот это вот семья заработок денег просто пожирает работа дом работа дом работа дома ни хрена не видит кроме работы и дома никуда не выезжает там и так далее и шишка знаете категории людей которые работают ради того чтобы зарабатывать деньги ради того чтобы эти деньги куда-то складывать возможно там купить какую-то квартиру через десять лет он эти деньги складывает эти десять лет он себе отказывает во всем ради благой какой-то цели да это хорошо с одной стороны что он купит через десять лет эту квартиру но эти десять лет он не будет там покупать те же часы и те же ножи и те же там какие-то удочки и и так далее и будет просто бухать возможно вот такие дела друзья как вы считаете что почему у нас спивается население у нас это не имею ввиду наверное страны бывшего снг почему потому что я уверен что в принципе я живу в украине теперь принято говорить не на украине думаю что в россии думаю что в белоруссии плюс-минус ну примерно та же самая ситуация хотя мне не хочется обобщать но проблема алкашки она существует я уже не говорю о том что я пьяный мужик который дома начинаются скандалы начинаются разборки с женой маленькие дети все это наблюдает какой стресс для них когда папа алкаш когда он думает или она боже он придет трезвый ли он придет пьяный не будет ли он там меня бить или бить маму и так далее вот этот ребеночек который живет в постоянном страхе это просто ужас потому что вот наш ребеночек он живет на этот зацелованный залюбован и и весь в подарочках весь да она это лапа же другая тема но за всю вот историю 33 спалой скупе 4 4 годика она видела может быть какую-то ссору всего пару раз нашу с викой и то там без скандала без поднятия голоса без разбитой посуды и прочего 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 вот такое получилось видео друзья не бухайте и занимайтесь спортом имейте свои интересы в жизни не бойтесь тратить деньги чем-то себя радовать чем-то радовать себя своих родных точнее путешествовать получать позитивные эмоции не забывайте подписаться нажать на колокольчик и поставить лайк с вами был еще разок увидимся пока